Эта экскурсия будет посвящена рассказу о выставке современной корейской фотографии. Но не только. Это тот лучий, когда в этом проекте соединилось достаточно много слоев смысла. И как минимум два из них я попытаюсь вам донести. И речь идет о том, чтобы ответить на вопрос, для чего нужно ходить в музей. Для чего нужно работать с музейным пространством. Поскольку этот предмет, это выставка фотографий по определению из 11 фотографов современных. Ну, казалось бы, чего еще нужно посмотреть, показать, осветить каждого достойно и хорошо. Но в нашем случае площадь мира, музейный центр, всегда возникает какое-то дополнение и добавка в лучших проектах. И мы наконец-то научились, я так думаю, это осознавать. И даже транслировать публике. Речь идет о том, что вот это причудливое пространство, которое есть в этом зале, так называемом белых залах. И еще та добавка, достаточно ощутимая крупная новая архитектура, позволяет говорить о пространстве и тексте, о расширении пространства фотографий. И вот мы сейчас находимся с вами на центральном входе в эту экспозицию. И здесь существует такой дизайнерский прием, как фрагмент изображения одного из авторов. И вот это изображение очень символично в итоге оказалось и важно. Это фрагмент из серии Сонос Агу, который, в общем, единственный из всех, наверное, сделал такой фотоперформанс. Ну, о нем чуть подробнее подальше поговорим. Но в данном случае, что мы здесь видим? Четыре человека объединяются какой-то то ли тканью, то ли плоскостью. И это создает образ сообщества. И я бы даже сказал, такого интеллектуального, мыслящего сообщества. Дело в том, что наш Тобиеннале, в рамках которого открылась эта выставка, называется «Зеркальные нейроны». И вот один из прекрасных символов, почему он сюда еще и вынесся, это вот тот ключ-код к пониманию нашего уже кураторского послания. Что вот эта эмпатия между людьми, спрятанная в их мозге, в их зеркальных нейронах, может быть вчитана вот в этот образ. А еще важная здесь деталь в этом символе, что он еще в каком-то смысле протоархитектурен. Это первичная архитектура. Есть такое понятие в старых древних книжках, вот таких толстых и черных, скиния, скиния собрания. Это походный храм у древних евреев. Собственно, из которого вообще понятие храма в итоге и родилось. И вот эта беседка, от слова «беседа» и одновременно еще «навеса», вот она здесь и сейчас встречает нас и приглашает внутрь этого пространства. А с другой стороны, выставка называется «Отображение множеств». Это буквально цитата из высшей математики, из алгебры, где мудренным математическим языком говорится о том, что все есть множество. И если множество одно каким-то образом параллельно, конгурентно, там всякие слова, так сказать, отображается в другом, то между ними есть вот это правило подобия, что ли, исходство. Диалог и коммуникация в любом случае. Все есть множество. Отдельный человек – это тоже множество. Народ, много людей – это множество. Природа – это множество. И вот в этой выставке есть несколько ключевых тем, где вот это понятие философское и математическое раскрывается в чувственной, социальной, персональной, природной реальности. Ну и еще одно из важных понятий в теории множества, которое ввел Пауло Вирно, автор грамматики множеств, это так называемый общий интеллект. Вот мне еще очень важно вам сейчас про это сказать, чтобы вы прочитали, я потом прочитал эту книжку наконец-то. И вот эта метафора общего интеллекта здесь тоже присутствует. А общий интеллект – это есть тот, наверное, важный, желаемый и чаемый инструмент и стадия, с которой всем будет счастье. Ну и что? И вот подходя теперь к этой стеночке, мы можем обнаружить такой вот типографский, дизайнерский ход, который представляет собой, наверное, набор множеств, которые последовательно отражаются друг в друге. Но для меня еще важный момент, что когда вы встанете здесь и поднесете как бы свой глаз к началу этого луча, то должно возникнуть у людей со стороны, надеюсь, у вас и у оператора, который чуть-чуть вот сюда может подойти, ощущение, что это направление нашего взгляда, что это угол зрения. И это взгляд внутрь пространства, внутрь экспозиции. И форма этого взгляда есть тоже отражение внутренней архитектуры. Об этом чуть попозже. Ну давайте смело заглянем в это изломанное, сложное, многообразное множество. Я бы здесь выделил, наверное, две-три крупные темы, которые прошивают все пространство и даже его подчеркивают. И в то же время находят выражение в работах самих авторов. Первое – это отображение множества природы в множество человека, множество современной цивилизации и общества. Вот эти вот очень драматичные отношения между какими-то стихиями воды, воздуха, земли и современной техносферы отражаются прежде всего в работе Ханна Санпиля. Это такой гражданин мира, путешественник с фотоаппаратом, который исследует в одной из своих серий тему глобального потепления и таяния льдов. И вот здесь мы организовали такой фьорд исландско-норвежский, в который вы поднимаетесь через серию из трёх крупнейших, наверное, на этой выставке фотографий. Вот это вообще называется «Искатель приключений». И мы видим, как могучий, наверное, исландский ледник спускается в море и даже рушится туда, по мнению автора и некоторых экологов, под воздействием климатическим человеком. Но мы прежде всего здесь видим вот этот маленький кораблик, это одинокая судёнышка на фоне гигантского синего языка ледника и тех мощных скал, гор, которые над всем этим высятся. И море, конечно, присутствует. И вот эта сверхчеловеческая стихия задаёт тему такой возвышенности, возвышенного, где человек теряется, либо он, наоборот, становится этими гигантскими масштабами и размерами, как вот эти айсберги, эти скалы с причудливых форм. Ну, а для такого пространственного замысла, здесь есть важные ещё нюансы, подсказка, это таяние льдов повышает уровень мирового океана. И в этом смысле льды здесь начинают таять, и потом вдоль длинной стены раскрывается уже другая серия этого же автора под названием «Моё море». И вот на этих постерах мы видим горизонт и странные предметы и существа на переднем плане между берегом и морем, а иногда в самом прибое и приливе. И вся эта серия, она в таком лёгком размытии представлена. Ну, вот яркий пример, мы видим фигуру женщины, скорее всего, которая, в общем, не в фокусе. Она также колеблется, наверное, и очертания, как всё время прибой морской. Но нужно добавить, что вторым названием этой серии являются «Мои сны», что ли, или то, что мне приснилось. И это нам даёт ещё один ключ к этой серии, почему это размытость. Потому что во сне всё неопределённо, всё неуверенно, неточно, но в то же время очень нас поражает и шокирует, как, например, вот этот земной шар, который не тонет, как мячик у девочки Маши. Ну, и так далее. Мы видим развитие этой стихии, этой темы от затопленного моста, который мы ещё раз увидим в фотографии другого художника этой выставки. Или вот какая-то совершенно замечательная фактически цитата из живописи 19 века. Кто-то здесь увидит Тёрнера, кто-то увидит даже Клода Манес с его знаменитой картиной, давшей название импрессионизму, «Восход солнца в Лондоне». Ну, где-то она спряталась. И, в общем, такие серьёзные темы, мощные, так сказать, электроспекции заканчиваются вот этим панно, которое называется «Водопад». То есть ледник растаял, превратился в водопад, который, как предрекают некоторые экологи, может поднять уровень моря до 60 метров в высоту. То есть элемент катастрофизма здесь тоже может быть прочитан. Ну, а напротив этого моря, как бы на берегу, начинается другая тема этой выставки, тема персонального мира, личного пространства и общей истории. Ну, как, например, вот эта серия, чтобы далеко не ходить, называется 3000 вон, женщины-фотографа Ки Джи Йон, она исследует такой феномен, как самой дешёвой еды в современной Корее. Вот 3000 вон – это 3 доллара. На эту небольшую сумму можно купить только чашку лапши корейской, может быть, с каким-то там, с лёгкой приправой. И вот она обошла какое-то количество рынков, уличных торговцев и пошла решение у них поснимать. И вот здесь перед нами нам подают эти женщины в основном вот эту маленькую миску лапши с какой-то приправой. И, как говорит, в принципе, автор, это единица какой-то человеческой повседневности. 3000 вон, еда за 3000 вон – это тот минимум, который позволяет, в общем, поддерживает существование. Это очень небольшие деньги при очень большом труде тех же самых поваров. Это не бизнес, как она пишет, на нём сильно не наваришься, но это какая-то природа, скажем, даже не выживаемости, а жизни, наверное, человека в современной Азии в этих климатических условиях. Ну и вот эта серия здесь можно увидеть как раз исходная. Сушится эта лапша. И от этой серии такой повседневности, от этого женского труда, от мужского, конечно, тоже, мы можем заглянуть в лицо вот этим бабушкам. Это другая серия, тоже женщины-фотографа, Юн Арин, которая вроде бы в таких же милых портретах касается одной из самых тяжёлых и больных страниц историй Кореи. Это такого, серия называется «Удобные женщины», история про общую коллективную травму, которую никак не могут залечить. Но как её лечат, это целая показательная тема. Речь идёт о том, что во время Второй мировой войны, когда Корея была оккупирована милитаристской Японией, женщин-подростков очень часто забирали в так называемые станции комфорта оккупационных войск, где их насильно принуждали к сексуальному рабству. И это, как правило, были молодые женщины, с которыми, понимаете, не все выжили. И память об этой тяжёлой странице насилия над человеком очень сильно жива в современной Корее. И, как говорит, пепел класса всё время стучится в сердце молодым людям. И напротив Филипионского посольства создан такой специальный монумент, лавочка, на которой сидит бронзовая девушка и смотрит в сторону японского посольства с немым вопросом, с требованием прощения. И каждую среду там собираются студенты и всё время манифестируют вот это самое незаживающую боль и рану, поскольку, по мнению, так сказать, корейского общества, они не получили достойных извинений и компенсаций. А героями этих фотографий являются те самые женщины уже через 70 с лишним лет. Их всего 18 человек осталось на сегодняшний день. И с большим трепетом и любовью к ним относится вся Южная Корея и называют их бабушкой или халмани. И вот эта серия из шести небольших фотографий это такая прощальная тема какого-то человеческого сочувствия, эмпатии и одновременно такой идентификации нации. Вот, казалось бы, простые эти фотографии. И очень мне нравится финальная фраза самой художницы. Она выражает надежду, вот особенно эта фотография, этому подскажет, что может быть из этой темноты родится красота. Из этой солидарности на памяти об этих темных страницах общей истории. Ну, а сейчас мы двинемся в центральное пространство, чтобы увидеть, что же является такой пружиной всего выставочного процесса. И здесь мы обнаруживаем практически по оси симметрии зала все, что мы видим и увидим с этой стороны как бы отражается через эту линию на ту сторону. Мы видели эти истории женщин, мы там увидим еще одну историю женщин. Мы видели воду, увидим воду еще в одном месте. Поэтому здесь такая система каких-то внутренних связей, которые, может быть, не очевидны посетителю, не столь важны даже, но подсознательно они действуют и создают такой, в общем, целиком оркестр этих вещей. И тут надо добавить важную деталь. Куратором этой выставки из 11 фотограф является Андрей Мартынов, давний партнер музейного центра, человек, который посвятил, наверное, всю свою сознательную жизнь исследованию и продвижению высокой культуры современной Востока, ну и не только и европейских авторов тоже, но особенно подробно среди наших российских кураторов он, как никто, и знаком с фотографами Кореи, Тайваня, Японии, в меньшей степени Китая. И для нас это тот мост, который он строит с этой важнейшей цивилизацией и культурой всем другой, нежели Европа. И в этой биеннале благодаря вот такому проекту нам удалось соединить два конца, давайте говорить, Евразии, что и определяет географически Россию. С одной стороны, у нас очень крупный большой проект из Берлина, где 30 с лишним художников, живущих в Берлине, европейцев, предоставили нам свои проекты. Там отдельная история, как это все трансформировалось и во что преобразовалось. А с другой стороны, из вот этой важной очень на современной карте цивилизации и индустриализации страны, как Южная Корея, у нас есть вот эта вполне себе представительная выборка, которую сделал Андрей. Я еще хотел бы, почему это говорю, с одной стороны, с уважением к фотографам и куратору, который это собрал, с другой стороны, опять же, к нашей функции здесь. Вот эти фотографии, которые сами по себе, конечно, многосмысленные, многослойные сюжеты. Я немножко начал рассказывать о каждом из них. Это все правда, но, как всякое большое произведение, в нем могут быть добавлены смыслы. И вот наша биеннале, в рамках которой это существует, выявляет, прежде всего, вот эту тему эмпатии, зеркальности, отношения, отображения одного на другое. Эти фотографии это позволили сделать. И еще, как бы, то пространство, которое частично создано, частично было построено, оно усиливает еще какие-то ну и пространственные эффекты, смысловые, которые есть в этих фотографиях. Зачем я хочу сказать, что вот Андрей куратор, а я в данном случае как такой аранжировщик, что ли, пространственный, архитектурный, который эту партитуру посадил на это пространство и одновременно получил дополнительные смыслы к тем прекрасным, которые уже есть. И вот об этом, собственно, мой сегодняшний рассказ. Конечно, мы не забываем освещать основные концепты авторов, но это как бы независимо от нас существует в мире, они уже есть, эти вещи, они будут экспонироваться, экспонировались. Но вот уникальность этого собрания, вот это нам дорого сегодня здесь вам показать и рассказать, и это в интернет не передашь, я к чему еще раз говорю, что это только твое переживание, твое телесное существование в этом сложном, многослойном, лабиринтном пространстве порождает очень интересный дополнительный смысл. Ну и вот, кстати, эта фотография, которая была вынесена у нас в эпиграф, Сон Сагу, его серия «Блуждая, удивляясь». Здесь пять таких крупных изображений, которые он разыгрывает как перформансы в естественном ландшафте на берегу моря, привет Хану Сонгпилю, и в искусственных ландшафтах, как вот в этом центре мегаполиса, на какой-то выморочной после той стоянки заброшенной, где те же ребята уже выстроены в какой-то другой геометрии, как расчерченная здесь разметка этой площадки, или как перекличка с этими вертикалями небоскребов, как мы видим здесь, Сеула. И в то же время мы видим границу. Вот эта очень важная метафора или смысл даже этой фотографии позволяет нам понять вот эту архитектурную конструкцию, которая представляет собой сверху в плане луч проекционный, от точки до расширения вот в том месте в районе экрана. Но лучше это само по себе здорово, это линия взгляда, которую я уже презентировал, это телесный угол, как говорят в геометрии, такая объёмная граница нашего зрения. Но это ещё и демаркация. Слово демаркация вообще для корейского менталитета крайне значимое. это, мы знаем, феноменологию XX века, когда две страны, то есть одна страна разделена на две страны, Южную и Северную Корею. И вот здесь мы немножко касаемся этого ещё феномена исторического, политического, просто трагического. Берлинская стена на наших глазах ушла, а корейская до сих пор держится. И может быть поэтому вот эта тема границы добавляется, дополняется таким драматическим, очень сильным содержанием. И когда вот молодые люди делают этот перформанс, мы вправе добавлять вот эти смыслы, особенно в этой фотографии. Ну или вот когда они переходят в интерьер, я имею в виду фотограф со своими артистами, перформансистами, возникают вот такие ещё сюжеты, когда телом он как-то маркирует уже техногенное пространство, но скорее всего это цех или может быть даже какая-то стоянка автомобилей. Мне очень нравится вот эта вот особенная деталь, фигурки двух молодых людей, которые манифестируют, представляют этот жест эмпатии. И тоже в каком-то смысле зеркальных нейронов. Потому что две головы прикасываются друг к другу, даже положены на плечи друг к другу. руки убраны, тело не соприкасается, и только мозг к мозгу, зеркальные нейроны живут в мозге, начинают передавать друг другу важное сообщение. Каждый из нас может расшифровать его, а кто умеет читать, прочтёт здесь по-корейски. Ну, или вот такой момент какого-то микрободания отыгран тоже в этом проекте. Сон Согу самый художник из всех этих фотографов, поскольку практически документирует перформанс. И вот на этом пограничье этих порхающих стенок для нас было очень важно, чтобы они были выставлены. Почему важно? Поскольку здесь можно вести разговор о телесности пространства, о какой-то спайке и связанности человеческих вот этих масс или там индивидов со средой. И может быть как апофеоз вот этой телесной архитектуры у нас возник вот этот жёлтый гигант на заднем плане. Это фрагмент цитата ещё один приём такой немножко дизайнерской экспозиционной, который мы вынули из серии американской гражданки. Это проект Ханны Юн. Она видимо родилась в Америке и вот приехала на родину предков для того, чтобы познакомиться с чувствами и пофотографировать Сеул. И что ей бросилось в глаза и чему она посвятила свою фотосессию исследования это большое обилие очень модно одетых пожилых людей. Поэтому серия модные старики и старушки оказалась в центре нашего всего этого огромного пространства. И более того вот этот персонаж очень элегантный и модный старичок у нас стал каким-то таким протагонистом то есть персонажем который берет на себя право говорить за всех вот в этом огромном пространстве вот почти четырехметровый человек помимо того что прекрасное место для фото зоны фото селфи вот он выполняет как потом выяснилось после того что мы это сделали целый ряд полезных функций вот это север на самом деле за этой стеной в этом смысле мы можем вспоминать гигантские монументы Ким Чен Иру Ким Ир Сену которые там в северной Корее доминируют в ландшафте но в отличие от тех великих Кимов этот человек во-первых безымянный и во-вторых одет вполне себе как сказать friendly дружественно это такой веселый поп артист но и он призван наверное этим пространством заместить тот тоталитарный ну не будем бояться этих слов ужас который скрывается за этой линией демаркации на севере который собственно последний наверное диктатор какой-то гигантский режим остался 20 века от больших вот этих войн гигантских социально-политических экспериментов одна из интерпретаций но еще очень важно что чуть ли не из головы этого персонажа вылетают эти стены опускаются вниз и каскадом по ступеням спускаются как тот самый водопад и что он образует ну это абстрактная форма эта архитектура позволяет говорить о многих вещах я уже начал говорить что это граница с другой стороны это линия взгляда и собственно конфигурации вот этих зон которые образуют в плане эти стенки мы и вынесли на вход на входную стенку в виде серых множеств ну это линия взгляда это повторяя серию сону сагу можно сказать это перформанс архитектуры в пространстве мы тоже что-то измеряем ну а с обратной стороны этой границы мы разместили серию Кима Синука которая так и называется пограничные пространства ночные трассеры он взял за тему за сюжет промежуточные зоны в жизни городов а в частности прибрежные зоны в аэропортах двух гигантских мегаполисов Сеула и Лондона и ночью специально снимал какие-то постройки нежилые помещения и даже может быть уже не функционирующие под трассирующими траекториями фонарей в небе от садящихся летающих самолетов вот такая серия из 10 работ она с другой стороны нашей осевой архитектуры нашла себе место и тем самым подчеркнула тоже пограничность этого изобретения ну а дальше мы наверное с вами должны посмотреть по сторонам этой оси симметрии дело в том что с двух сторон симметрично отражаются две фотографии архитектуры того же фотографа что и море снимал Хансон Пиль в одной работе мы видим экран с нарисованным изображением какого-то старого храма корейского очевидно в котором возникает тема виртуальности и реальности потому что в этом огромном виртуальном холсте мы видим реальную дверку масштаб человека вот такой и можно зайти за эту стенку в этот нарисованный театр Папа Карла или очаг Папа Карла и открыть видимо там какой-то великий замечательный театр имея золотой ключик а с другой стороны это опять же стены стены параллель фотографии с этой архитектурой мы видим совсем отвязанный оторванный мотив вот в этой работе это еще один как бы ложный фасад но мы видим что тот тент которого натянуло реальное реконструированное здание представляет собой кривое зеркало точнее изображение в кривом зеркале ты долго не понимаешь это реальность или это фотошоп а выясняется что это фотошоп перенесенный в размер реальности и это как такой тоже как инсталляция пабликарт которую фотограф сфотографировал и получил еще один так сказать сюжет фотографический уже дело в том что этот фотограф Харк Цонг Пиль специально делает гигантские растяжки фотографии на башне на здание ну и это вот плывущее текущее зеркало очень помогает зеркальным нейронам еще одной типологии так сказать отражения ну и само по себе так завораживает и в общем здесь останавливается но от этого розового цвета давайте заглянем вот в этот небольшой отсек поскольку он передает тему другому фотографу женщине Юн Джон Ми которая уже в течение многих лет делает проект под названием розовое и голубое она однажды во время делания своего диплома обратила внимание на такой феномен что все детские игрушки делятся на два цвета для девочек и для мальчиков для девочек розовое для мальчиков голубые и вот ничтоже сумняшися она начала снимать детей на фоне ковров на которые разложены их игрушки одежда соответствующим цветом и у нее огромное количество таких вот фотосюжетов здесь всего лишь представлено по два из каждого рода и что мы здесь в общем видим и с чем имеем дело в контексте нашего сегодняшнего разговора это безусловно множество и человечек ребенок который как бы отражается в этом всем это его предметы вожделения и желания и это уже очень важно и ценно что здесь представлено это такое вот зеркальное отражение но с другой стороны автор это подчеркивает и мы конечно можем обратить это такая социальная критика критика общества потребления дело в том что отработаны маркетологические технологии целое так сказать производство посольное на то чтобы увлекать покупками родителей детей и гигантской индустрии на этом розовом и голубом во всем мире дело в том что это совершенно не локальный феномен а какой-то глобальный поэтому она в итоге снимает и в Америке уже я думаю и в России могла бы это делать и здесь мы касаемся с помощью этого автора таких уже важных моментов когда ваше личное пространство в вашу семью входят гигантские корпорации и вы ничего не можете сделать у вас в подсознании уже закодирован этот момент что когда вы из роддома берете мальчика на него надо голубую ленточку а на девочку так сказать розовое с одеяльцем и ленточком и вот вот этот момент неопределенность опять границы где твоя как бы личная теплота а где суровые фабрики да и биржи которые в общем залезли в самое этого приватное пространство это в общем парадокс странность на которую указывает автор с которой наверное немножко борется хотя победить это невозможно но показать это нам наверное стоит ну и вообще тема гендера тема различий полов для этой выставки тоже очень актуальна поскольку мы сейчас заглянем на ту сторону мы увидим продолжение этой темы как личное носит оттенки так сказать женского и мужского даже вот в этой серии с которой мы начали говорить модные старички и старушки есть и женщины и мужчины и все в общем-то играют в эту игру социального кодирования одежды яркой броской аксессуаров и всего прочего но поблизости и рядом с этой красотой яркостью вот такая абсолютно блеклая серия молодого фотографа Кэна Джигу Кэна Джигу который представил нам здесь с помощью Андрея Мартена две серии одна называется новобранец другая запасник новобранец это черно-белая серия из простых совершенно стандартных почти как бы сказать криминалистических фотографий молодых людей которые призваны в армию для автора очень важно показать что армия это вот множество которое нивелирует личность и он в своем тексте специально и он через это прошел и так и не увидел в чем вот эта гуманитарная ценность этого сообщества этого института это в коем-то смысле критика и показывая такое механическое повторение этих портретов этой шеренги этого строя он хочет подчеркнуть тем что это простейшее множество и вот оно ведет по принципу такого машинного продуцирования хотя мы должны конечно понимать что для Южной Кореи тема так сказать армии службы крайне важна поскольку Северная Корея в любой момент готова к войне и между ними нет никакого перемедия ну а другая часть уже мы так ее и секспонировали как бы через ось симметрии здесь цвет появился фотографии и это уже те люди которые призваны на повторное как бы учение со своей старой формой она у каждого хранится в домашнем шкафу и здесь уже срижка здесь уже так сказать поза и это все говорит о том что ну как-то преодолевает молодые люди эту тему нивелирования своего образа и своей идентичности повторном призыве ну продолжая гендерную тему наверное стоит заглянуть вот в эту самую дальнюю комнатку нашего экспозиционного пространства этот проект называется комната Вирджинии автором его является женщина Сонэ Сук которая кстати тоже по-моему не совсем гражданка Южной Кореи хотя бы потому я бы делал это вывод что мотивом для создания этой серии является творчество писательницы из Британии Вирджинии Вульф которая творила и первая создавала такой феминистский прецедент женщина была писателем и зарабатывала писательским трудом первым временем 20 века и ее зацепила важная фраза Вирджинии Вульф в ее романе Своя комната для того чтобы женщине 20 века реализоваться как творческой личности как писателе ей нужны всего две вещи 500 фунтов в год и собственная комната и вот держа эту фразу она договорилась с современными кореянками о том чтобы они пустили ее в свои пространства творчества и вот она поснимала эти интерьеры то ли с хозяйками иногда с их отражениями в зеркалах иногда вообще с их тенью присутствием и дыханием и у нее возникла такая сюита очень прозрачных очень белых светлых фотографий которые как бы про интерьер но и одновременно про самый такой внутренний мир современной женщины которая достигает какого-то равенства с мужчинами творцами ну и эта тема опять мы могли бы ее срифмовать с историей про 3000 вон с единицей выживания 3000 вон это наверное те же самые 500 фунтов в год вот то есть тот минимум минимальный доход который сегодня тоже важная очень тема и тот порог за которым в общем начинается с реализации творческой сущности человека будь он мужчина или женщина и вообще надо сказать что среди 11 фотографов 5 женщин почти пополам все это произошло это тоже наверное послание куратора с которым мы имеем дело ну говоря о граничности и о промежуточности пространства нам нужно осветить еще одну серию параллельно этой границе вот за стеной с нарисованным фасадом у нас существует серия кима-те-джина под названием случайные связи где в абсолютно монохромной черно-белой гамме он как знаете такой контактер человек экстрасенсорный он начинает фотографировать странные фрагменты неопределенности что-то его в них заинтересовало и даже выразить это невозможно поэтому здесь видим какие-то фрагменты света брошенные на пол с мусором и это все-таки зоны которые не внутри здания не фасады а какие-то фрагменты неопределенности как вот этот ночной перекресток в парке какая-то граница поручень блестящий бросивший блик или лестница ведущая вглубь и в темноту и в этой темноте он тоже очень много ищет очень такая черно-белая свето-теневая мифология может быть построена вокруг этой в общем очень минималистской темы фотографий ну и пойдемте посмотрим на творчество финального автора чью работу мы уже можем увидеть кстати с точки зрения этого желтого гиганта потому что он смотрит вдаль и там внизу на самой дальней стеночке перед экраном расположен большой принт пойдемте к нему подойдем и увидим в нем очень много отражений как в зеркале и всяких тем и даже нашего актуального уже локального контекста здесь мы начинаем знакомить с творчеством фотографа Кима Сен-Гу и это одна всего лишь фотография из его серии Риверсайд то есть речная сторона он заинтересовался разливами главной реки города Сеула столицы Южной Кореи когда река немножко выходит из своих берегов и затапливает набережные парков это собственно один в один ситуация что только что происходит в Красноярске к открытию Биеннале Несей тоже практически достиг своего максимума и затопил всю нашу набережную прибрежную полосу и весь народ как Красноярска так и Сеула в их случае ходит смотреть на это феноменальное событие у нас это поводок весенний от снега а у них в результате летних дождей периода дождей ну а для пространства еще для нашей вот этой вот сценария всего этого экспозиционного устройства очень важно что здесь вода которая у нас начала литься от таяния ледниковых айсбергов и ледников ну мне конечно нравится что здесь соединяется вертикаль и горизонталь какие-то такие выдающиеся константы ну и давайте заглянем направо как нас зовет эта стена и здесь мы увидим часть большой другой серии Ким Асэнгу под названием прекрасные дни или лучшие дни мы не случайно завершаем как бы нашу экспозицию таким радостным тоном удовольствия радости жизни уже в большом множестве сообществ здесь представлены зимние виды отдыха в частности вот этот конкурс подледного лова который вы видите как очень интересно организован сверхплотное расположение палаток в каждой из которых сидит рыбак сколько же рыбы нужно задаешься вопросом на этот большой конкурс с другой стороны мы видим катание с горок в большом мегаполисе в жилых районах здесь мы видим парк снежной скульптуры в которой представлены как архитектурные сказки так и какие-то персонажи из поп-культуры и также из мифологии в данном случае это изобретатель ганггнам стайла не так давно сочиненного стиля облетевшего весь мировой хит-парад ну или вот поблизости от какой-то ТЭЦ-завода люди продолжают отдыхать отражаться в этом всем пространстве вот замечательно стихийная рыбалка совершенно подлёдная и вот эта серия она совершенно великолепно отражает еще одно множество когда огромное количество людей собрано в одном пространстве и как бы синхронно занято общим делом ну в данном случае бездействия отдыха но это тоже есть отражение общества сообщества уже без армейских каких-то без военных регламентов без капиталистических так сказать форм производства но это тоже феноменальная история когда в одном месте находится столько много людей но это в каком-то смысле и есть тоже визитная карточка Азии она очень перенаселена уплотнена особенно в маленьких странах вот совершенно фантастическая фотография в период цветения скажем так сакуры наверное или какого-то в общем цветника вот в этом лабиринте собирается тоже огромное количество людей и они создают уже сообщество или множество с этими цветами и это тоже очень интересное отображение в какой-то своей геометрии ну или вот общественные бассейны в которых плещется корейская нация южнокорейская если хотите мне очень здесь вспоминается картина которая произвела мне огромное впечатление наверное год или два назад на выставке лондонская школа такой изумительный художник которого Россию впервые открыли на этой выставке Пушкинский музей это было Леон Косов и у него центральная работа изображение бассейна в котором очень много людей и называется эта работа человеческая глина и вот это такое мощнейшее название ну картина выдающаяся такая на грани абстракции фигуративности вот это понятие какого-то раствора здесь мне вспоминается в котором человек не знаю масса людей да в этом бассейне ну создают тот материал из которого может рождаться новое новое общество новый человек не побоимся этого слова ну здесь мы вот на этой фотографии вообще хитовая мне кажется эта вещь она такая обычно выставочная заглавная отражаются уже два бассейна друг в друге ну а в этом отражается бассейн в той самой реке которая иногда любит разливаться мы можем увидеть каждого человека он индивидуален у каждого своя стиль одежда свой стиль и своя одежда вот и в то же время они образуют вот это множество этот тип сообщества о котором мы здесь в общем начали говорить в самом начале что это не старые формы соорганизации человеческих как бы сообществ а какие-то вот новые которые устроены по принципу как бы индивидуальности и одновременно солидарности ну мне кажется мы обошли все наши закоулки в этом качающемся пространстве многослойным стен единственное на финише я бы вышел еще сюда и представил вам еще один способ диалога уже всего этого пространства выставки с другой выставкой мы так договорились с куратором Тибе де Ройтером который сделал этажами ниже выставку очумелая что одну работу оттуда он передаст сюда и вот она представляет собой тоже границу на самом деле это черта которую художница из Германии Фредерике Фельдман попросила начертить накрасить уже музейных сотрудников скажем так и вот написала большую инструкцию и вот такой почти 3,5 метровая черта которая представляет собой ну парафраз может быть даже теперь и вот этого орнамента вот этого кода который как я старался объяснить держит на себе тот проект это все тонкие вещи но в конце концов после того большого рассказа у нас должны открыться глаза да и сознание и тонким вещам и вот я в общем на финише вам ее как бы презентирую так и